МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В деревне Машково открылось предприятие по производству рекламных конструкций. Там изготавливают логотипы для крупнейших гипермаркетов, а также известных мировых брендов. Наш корреспондент увидел все этапы создания наружной рекламы. Современный мир тяжело представить без рекламы. И в крупном мегаполисе, и в обычном городе нас повсюду окружают яркие и объемные вывески. Смотря на них, мало кто задумывается, где и как их производят. Вот уже на протяжении 20 лет в городском округе Люберцы работает компания, которая обеспечивает наружной интерьерной рекламой не только Москву и столичный регион, но и всю страну. Работаем мы на двух основных рынках. Это рынок производства наружной рекламы, интерьерной рекламы. И второй рынок, это второе направление наше, это производство ПОС-материалов, оформление мест продаж, нестандартное торговое оборудование. На днях в деревне Машково открылся новый производственный комплекс компании. Его площадь составила порядка 7,5 тысяч квадратных метров. Здесь работает более 100 человек, однако набор сотрудников пока не завершился. Предприятию требуются конструкторы-технологи, слесари-сборщики, а также сварщики. В день официального открытия с руководством и коллективом компании пообщался глава округа Владимир Ужицкий. Современное, хорошее предприятие. Я много бывал на разных предприятиях в Европе, в Германии. Оно ничем не хуже, ничем не отличается от западных аналогов подобных предприятий. Здесь современные технологии, современное оборудование, хороший квалифицированный коллектив. На первом этаже производственного комплекса происходит первичная обработка, затем и покраска материалов. Пока они ничем не напоминают знакомые вывески на магазинах и полки для брендовых товаров. Распознать их можно уже на заключительных этапах работы. Вот это маленькая деталь – часть логотипа одной из сети супермаркетов. Совсем скоро в столице откроется новый магазин. И именно она будет установлена на его фасаде. Стоит отметить, в компании занимаются не только производством, но и разработкой наружной рекламы. Здесь работает собственное дизайн-бюро. Если заказчик затрудняется придумать свой фирменный логотип, то в этом ему помогают настоящие профессионалы. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Тонуть больше не будем. В Любрицах началось строительство ливневой канализации. Пока эти работы ведутся на трех самых основных объектах. Один из них проверил глава округа Владимир Ружицкий. Это кадры, сделанные год назад. После дождя сотрудники ЛГЖТ босиком уходили с работы. Вода разлилась с Октябрьского проспекта, добралась до середины двора. И такая ситуация здесь далеко не редкость. Отсутствие ливневки доставляет всем пешеходам массу неудобств. Надо одевать или резиновые сапоги, или закасывать штаны, чтобы перейти. Потому что набрать воды очень легко в любую обувь. Скоро начинаются дожди, осень. И, конечно, хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось. И можно было переходить улицу спокойно. Большая лужа на Октябрьском проспекте – вовсе не единственное место, где дорогу, надо сказать, нужно переплывать на лодке. Ведь в Люберцах ливневки нет изначально. За три самых мокрых очага взялись местные власти. Начали работы по созданию ливневой канализации у торгового центра выходной на третьем почтовом отделении и улице Кирова. Мы не можем один год всё решить, потому что это деньги и большие достаточно. По сути, работы приходят к завершению. Если в гарнизоне, практически мы уже сделали, там остались всякие тонкости. Вот мы на Октябрьском проспекте напротив выходного, я думаю, что где-то через неделю, дней десять здесь всё будет завершено. Тоже работы будут завершены. Ну и самая сложная, тяжёлая работа – это по улице Кирова. Так что, скорее всего, этой осенью всемирного потопа в Люберцах уже не будет. Все работы по созданию ливневки в основных местах подтоплений завершат в 10 сентября. Необходимо отметить, что строительство проходит в основном с привлечением средств предпринимателей. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Свинья дошла до Люберец. Масштабный антимусорный рейд проходит в городском округе. За четыре дня участники оперативной группы выявили девять нарушителей. По предписанию инспекторов Госадомтехнодзора, они привлечены к административной ответственности. Какое наказание предусмотрено за выброс мусора вдоль дороги, узнаете в нашем следующем сюжете. Масштабная антимусорная акция с хэштегом «Свинья» стартовала в Подмосковье по поручению главы региона Андрея Воробьёва. Во всех муниципальных образованиях проходят рейды по выявлению нарушителей чистоты. В городском округе Люберцы создано пять брикад, которые ежедневно осуществляют проверку. В состав оперативной группы входят сотрудники Госадомтехнодзора, администрации, правоохранительных органов, а также представители общественных организаций. Задача этих групп – предотвратить несанкционированный сброс мусора на городских территориях вдоль дорог. Штраф по нарушениям такого вида составляет на физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Как правило, несанкционированные навалы мусора чаще всего образуются вдоль железнодорожных станций и шоссе. Рейды, проведенные в таких местах, уже дали свои результаты. За четыре дня у нас больше 10 человек было оштрафовано сотрудниками Госадомтехнодзора. Много было замечаний в адрес нерадивых жителей. И я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям городского округа Люберцы самим не допускать подобных нарушений и пресекать их. А пресечь нарушения очень просто. Для этого нужно выложить в социальные сети фото и видео факты незаконного сброса мусора. С хэштегами «Свинья», «Дороги МО» и «Чистое Подмосковье». Антимусорная акция продлится в регионе до 1 сентября. Луиза Игязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Антимусорная акция под названием «Свинья» продолжается в городском округе Люберцы. На этот раз сотрудники администрации совместно с инспекторами Госадомтехнодзора и народными дружинниками работали в деревне Матяково. Помогала находить нарушителей чистоты и наша съемочная группа. Оперативная группа приехала в деревню Матяково ранним утром. Обычно люди, которые идут на работу, в спешке кидают мусор, где придется. Местом проведения рейда выбрали остановочный павильон, за которым находится контейнерная площадка. Подобные проверки в населенном пункте проводятся периодически. А сейчас по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и вовсе каждый день. Данные рейды проводятся ежедневно на самых проблемных участках нашего поселка. Это контейнерные площадки в деревне Матяково, также остановка в деревне Машково, также Красковский карьер и Кореневский карьер. Нарушитель не заставил себя долго ждать. Через некоторое время появился мужчина, который непрежно бросил пакет с мусором рядом с контейнером. Первым в диалог с ним вступил инспектор Госадомтехнадзора. Мы сейчас видели, как вы совершили правонарушение, выбросили мусор не в контейнер, а рядом с ним. Зачем вы это сделали? Вынимал, проходит ли у вас. На нарушителя чистоты составили административный протокол. Выброс мусора в неположенном месте обошелся мужчине в 4000 рублей. Это минимальное наказание за данный вид правонарушения. У него есть 10 суток на обжалование данного постановления. Если он не обжалует, то в течение 60 дней он обязан оплатить данное постановление. Обжаловать постановление мужчина не собирается. Напротив, обещает вовремя оплатить штраф и впредь больше так не поступать. Не, не, не буду больше. Это первый и последний раз. На физических лиц штраф за выброс мусора в несанкционированных местах составляет от 4 до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 до 50, а юридические лица могут заплатить до полумиллиона рублей. Эти цифры предусмотрены Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Луиза Егезарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. И в продолжении темы в Томилине прошел очередной рейд по выявлению незаконного выброса мусора в рамках акции «Чистая Подмосковья». Спецоперация «Засада» проводилась на радиополе улицах Кольцова, Жуковского и Никитина. С 11 августа такие проверки проводят сотрудники полиции, администрации городского угрока Люберцы и Госадмтехнадзора. За все это время выявлено 8 нарушителей, каждый из которых заплатил штраф от 5 тысяч рублей. Сегодня у нас совместно с сотрудниками администрации поселка Томилино, сотрудниками полиции проводится операция «Засада». Данная операция проводится в целях выявления граждан, выбрасывающих мусор в не специально отведенные места. Акция «Чистая Подмосковья» в Люберецком округе функционирует с 11 августа. Так называемые «Засады» организовывают в Малаховке, Машково, Люберцах и Томилино. Сегодня в нашем поселке проверили улицы Кольцова, Жуковского, Никитина и обнаружили свалку на радиополе. Здесь, на радиополе, находятся вот такие очаговые навалы мусора. Сюда жители свозят строительные и бытовые отходы, создавая вот такую неблагоприятную картину. За период с 11 августа было поймано 8 нарушителей. Проверки в рамках акции будут проводиться ежедневно сотрудниками полиции, Госадмтехнадзора и представителями администрации. К другим новостям. В Люберцах стартовала защита проектов ежегодной губернаторской премии «Наши Подмосковья». Жители округа смогут подтвердить свое участие до 18 августа включительно. В первый день специальная комиссия по присуждению премии работала во дворце «Спорта Триумф». В этом году городской округ Люберц лидирует по количеству поданных заявок на соискание премии «Наши Подмосковья». Около 2000 жителей муниципалитета выразили желание принять участие в масштабном проекте. Первый этап регистрации на сайте завершился 24 июня. Сейчас у соискателей премии есть возможность рассказать подробнее о себе и своем детище. Презентация проекта в этом году проходит иначе, нежели в предыдущем. Защитить его может либо руководитель, либо любой другой участник проекта, заявленный при регистрации. Непосредственно при регистрации было установлено, кто является руководителем проекта и кто входит в этот проект непосредственно участникам. Поэтому проект может сам определить, кто его будет представлять на данной площадке. Поэтому они приносят некий уведомительный документ, в котором от лица проекта уведомляют человек его презентовать. Если по какой-то причине участники проекта не смогут презентовать его в назначенные даты, у них будет шанс сделать это в единый день защиты, который пройдет в Красногорске. Дата его проведения пока неизвестна и будет оглашена позже в средствах массовой информации. У него сбраняется повторная защита проекта. То есть можно приходить хоть каждый день и рассказывать, потому что представители жюри меняются. И чем больше людей отметит этот проект, в дальнейшем у него будет больше шансов на победу. Защита проектов проходит в порядке живой очереди. При желании соискатели премии могут сопровождать свое выступление, видео или слайд-презентацией. Члены жюри, в свою очередь, задают уточняющие вопросы. На территории городского округа комиссия по присуждению премии работает с 15 по 18 августа включительно. С 10 утра до 6 вечера. Заключительный день защиты проектов пройдет в КДЦ «Союз» в Малаховке. Луиза Егязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий проверил, как продвигается капитальный ремонт дорог. Всего в планах у властей дать новую жизнь 25 основным магистралям муниципалитета. На сегодняшний день уже полностью отремонтировано 6 дорог. Капитальный ремонт дорожного полотна в муниципалитете стартовал еще 20 июня. Окончание этих работ планируют к середине сентября текущего года. Мы ставим задачу до числа 15 сентября в основном по центральным магистралям ремонты завершить. А в целом до конца сентября мы должны справиться с ремонтами. Это такая наша основная задача. Все 25 основных магистралей ремонтируются по графику. Ход выполнения этих работ находится под стройким контролем главы и службы администрации городского округа Люберцы. Регулярно общаемся с руководителем подрядных организаций. Пока мы в графике, руку надо держать на пульсе, чтобы мы именно в такие погожие, как говорят, дни солнечные завершили ремонт. Кроме того, люберецкие власти максимально стараются приблизить дороги округа к столичному стандарту качества. Сегодня, что Люберцы, что наши поселки, Малаховка, Кокроскова, Томилин, Октябрьский, мы их рассматриваем как одно целое пространство. Поэтому мы не делим на Люберцы и поселки. Когда был район, да, были свои бюджеты в поселках, были в Люберцах, был районный бюджет. Сегодня на пространствах бывшего Люберецкого района, а сегодня городской округ, это все пространства единые. По словам главы, в этом году на капитальный ремонт дорог округа сотрачено более 75 миллионов рублей. 30 из них выделено из бюджета муниципалитета, а 45 – субсидий областного бюджета Подмосковья. Во время проверки дороги на улице Попротимов одна из жительниц города лично обратилась к Владимиру Ружицкому с просьбой проверить качество дорожного полотна и в других районах Люберец. Пожалуйста, потому что, представьте, мы возле дома нам прям сделали, а въезд со двора, ну то есть дороги, мы не можем держать. Там просто вот-то ямы, там нет асфальта. Владимир Ружицкий совместно со службой администрации городского округа Люберцы записал контактный телефон жительницы, чтобы точно определить очаг, где в срочном порядке необходим ремонт дорожного покрытия. Мы составили план выполнения работ по городскому округу Люберца, в частности, это план выполнения по городу Люберца. Здесь указаны дороги, которые вошли у нас в текущем году в ремонт. В настоящий момент по одной улице 42-96 работы уже завершены. Ведутся работы на четырех дорогах в настоящий момент в Люберцах. По словам Егора Бунтина, также дорожники во время ремонта не забыли и о маломобильных группах граждан. Предусмотрели специальные спуски вблизи переходов. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы и Москва связаны между собой. Порой московские маршруты проходят через Люберецкую территорию. Наша съемочная группа узнала, какие маршруты доставляют больше всего неудобств люберчанам. Как решить проблемы транспортной доступности неоднократно обсуждалось на совещаниях губернатора Подмосковья и на заседаниях в администрации городского округа Люберцы. Пустили 31-й, он год под исход ходит. Здесь 501-й, в час один автобус. Ну что это? А на 723-й мы пенсионеры. У нас пенсия маленькая. Мы раньше ездили, потому что были у нас проездные. А сейчас проездные отняли. Один за одним идут, а то по полчаса, по 40 минут сидим ждем. Одни недовольные жители жалуются на лишение льгот на маршрутах московских автобусов. Другие же на неудобный график движения транспорта. Чтобы почаще ходили. Какие маршруты? 722-й до метро. Метро, которое ожидается на новой территории, 849-й, чтобы вовремя ходил. Однако не все пассажиры 501-го автобуса недовольны. Напротив, есть те, кого полностью устраивает маршрут и периодичность. Единственным минусом, по их мнению, остается слишком высокая плата за проезд. Ходят часто, довольно удобно. Цены очень высокие. 50 рублей стоимость проезда в автобусе довольно много, я думаю. Ходят часто, удобство хорошее, а цена высокая. Потому что у меня нет карты стрелка. Я не пользуюсь, езжу очень редко. Но если попадает на 501-52 рубля, это очень дорого. Какие новшества ожидает Люберецкую транспортную систему, нам рассказал заместитель руководителя администрации Люберец Эдуард Сигалов. По приезду и визиту губернатора к нам в Люберце, да, эти вопросы были заданы. Первый вопрос – это по маршрутам движения автобусов 722, 723, 726. Данные автобусы – это транзитные автобусы, проходящие через город Люберцы, которые относятся к автобусам города Москвы, Мосгортранса. По словам Эдуарда Сигалова, жители неоднократно задавали вопросы о льготах на данных автобусах. На сегодняшний день Московская область совместно с властями городского округа Люберцы работают над решением этой проблемы. Для этого, соответственно, мы готовим определенные обращения, письма и дадим позже результаты наших переговоров по этим обращениям. На сегодняшний день хочу повторить еще раз соглашение между Московской областью и Москвой нет. Эдуард Сигалов уточнил, что за прошедший месяц власти округа внесли поправки в некоторые маршруты транспорта. Также продолжается мониторинг жалоб от местных жителей. На основании обращений граждан и законов Российской Федерации власти округа совместно с правительством Подмосковья будут принимать общие решения. Например, какие маршруты общественного транспорта необходимо открыть или продлить и на каких автобусах обеспечить люберчанам льготный проезд. Екатерина Скрижалина, Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко и Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Совещание по развитию электротранспорта прошло в Люберецком округе. Мероприятие провели в местной администрации. С предложениями по внедрению экотранспорта на территории Люберец выступил генеральный директор торговой компании Сергей Плетнев. Достаточно для того, чтобы проехать еще либо несколько остановок, либо целый маршрут. Это не кадры фантастического фильма, а вполне документальные съемки. Именно так работают примерно 200 тысяч электробусов в Китае. И Сергей Плетнев, руководитель одной из торговых компаний, занимающихся популяризацией зеленого вида транспорта, уверен, в России такое тоже возможно. Это уже не просто тренд, это уже работающая технология, с которой нам в ближайшие годы придется жить к нашему общему счастью. В этом вопросе Россия пока отстает от мировых тенденций, считают специалисты. Однако уже найдены подходы к решению подобных проблем. Так, например, сейчас существует проект перехода троллейбусов на электробусы в Москве. Планируется, что это произойдет уже в 2018 году, однако точные сроки его реализации пока неизвестны. В мире же сейчас существует общая тенденция популяризации электромобилей. Примерно на 50% ежегодно увеличиваются продажи электромобилей. И здесь есть разные немного показатели, потому что Китай развивается намного быстрее, чем другие, например, страны, потому что за счет субсидий объем производства и объем продажи идут интенсивнее. Часть совещания была посвящена внедрению экологического транспорта на территорию городского округа Люберцы. Здесь наметился ряд серьезных проблем. Сделать это достаточно затруднительно, ну хотя бы потому, что пока здесь нет ни одной зарядочной станции для такого вида машин. И никакого развития электропарка, за исключением вот того единичного случая в Сколково, я пока перспектив особых не вижу. А без их понимания и согласия мы никуда не уйдем. А это уже говорим о инфраструктуре. Я не случайно задал вопрос про городскому округу Люберцы, потому что вся Московская область приблизительно на одном положении находится, то есть на зачаточном, я так деликатно говорю. Участники совещания также обсудили ряд других вопросов, связанных с внедрением электротранспорта в Россию. Вообще и в Люберце в частности. Кроме этого, они выразили свою надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данной сфере. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Последняя надежда. Обманутые дольщики Краскова встретились с руководством новой подрядной организации, которая взялась за продолжение строительства домов на улице Лорха. Лишенных терпения людей заверили, что в 2018 году они уже смогут въехать в свои новые квартиры. Елена и Светлана Григоровы любуются своей двухкомнатной квартирой пока только с улицы. Переехать в новый дом мать и дочь должны были еще три года назад. И таких семей, ожидающих новоселья, более 600. Здесь у нас есть дольщики, у которых вообще двое детей инвалидов. Они тоже ждут и тоже переживают. Понимаете, здесь разные ситуации и разные жизненные трагедии. За этот период уже произошли. Сколько людей, сколько надежд уже похоронено здесь. Конечно, мы все ждем и надеемся. Однако просто ждать и надеяться дольщики уже не могут. Из-за периодических остановок строительства, последней из которых продлилась целый год, они стали контролировать процесс выполняемых работ. На днях познакомились с руководством очередной, уже пятой по счету подрядной организации, которая взяла на себя ответственность достроить дома. По словам генподрядчика, дома готовы на 90%. До начала отопительного сезона здесь проложат наружные инженерные сети. Также для полного завершения работ остается благоустроить придомовую территорию. Найдены пути решения по финансированию. К сожалению, у застройщика денег нет. Совместно с строительным комплексом Московской области, с администрацией нашей совместно, мы решили вопрос финансирования достроя этих двух корпусов. Дольщики возлагают на новую подрядную организацию большие надежды. Хотя признаются, верить кому-то после стольких испытаний достаточно сложно. Сейчас они сравнивают состояние дома с тем, что было раньше. Кровля хорошая, сейчас сухая. Вот то, что прошёл дождь, ничего не протекло, это уже радует. Потому что кровля была дырявая, она протекала в предыдущие два года. Скандальная история с державой «Строинвест» должна завершиться в конце текущего года. Согласно графикам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь. Ну а дольщики, правда, с неуверенностью готовятся к новоселью. Надеются, что на этот раз дом будет всё-таки достроен. Луиза Егязырян, Дмитрий Шарапов, Телеканал ЛРТ. Что такое газ в доме без техобслуживания? Это бомба, у которой взведён детонатор. Несколько лет назад Министерство ЖКХ Подмосковья выпустило распоряжение, согласно которому каждый пользователь газового оборудования обязан заключить договор на техобслуживание. Напомним, только в прошлом году газ стал причиной 219 пожаров и взрывов, которые унесли жизни 28 человек. Ещё в 2013 году правительство Российской Федерации озаботилось проблемой обслуживания газового оборудования и газовых сетей в многоквартирных жилых домах. Так, в период с 2011 по 2016 год в России произошли порядка 120 взрывов, при которых пострадали и погибли более 500 человек. В чём причина подобных катастроф? Халатность самих жителей многоэтажек, в которых проведён газ? Или же недобросовестная организация, оказывающая услуги в сфере технического диагностирования газового оборудования? Мы спросили гендиректора одной из организаций в области техобслуживания газового хозяйства, как правильно выбрать компанию, которая добросовестно выполнит технические газовые работы. Прежде всего, компания, которая заключает договоры на техническое обслуживание, должна иметь обученный персонал, имеющий стаж работы и также допущен к газоопасным работам. Необходимы лицензии МЧС и желательно, чтобы у неё было разрешение на проведение обследования газопроводов неразрушающими методами контроля. Если у вас в доме газ, необходимо в срочном порядке для начала заключить договор. На техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в специализированной компании. Сотрудник газовой организации проведёт профилактические работы. После составляется договор. Для удобства жителей его можно заключить посредством публичной офёрты через единый платёжный документ. Наши сотрудники прошли уже более тысячи квартир. И на сегодняшний день, я сегодня статистику с утра брал, 350 утечек было устранено. Специалисты напоминают, что зачастую сами жильцы не знают, есть ли у них утечка газа или нет. Запах чистого газа не чувствуется. На сегодня, по статистике, только в городском округе Люберца утечки бытового газа обнаружены в каждой четвёртой квартире. Наша съёмочная группа совместно со специалистами газовой организации проверили одну из люберецких квартир. Здесь стоит газовый термостат. Поворачиваем на максимум, зажигаем и потом выставляем ту температуру, какую вам требуется для выпечки. То есть выпечка предназначена в основном 180 градусов. Стоим на 180, прогреваем 5-7 минут духовку и после этого термостат начинает работать. Газовое оборудование в этой квартире в хорошем состоянии. Однако специалист уточнил, что желательно поменять кран, примыкающий к плите. Старый уже сам кран по себе. Он в рабочем состоянии, утечки газа нет. При закрытии работает как бы хорошо. Пробковый кран старый. Оплата по договорам может быть единовременной. Сразу за год обслуживания или ежемесячной равными частями. Как удобно собственникам или пользователям. В квитанциях будет включена сумма 1215 рублей. Это оплата со техобслуживания за каждый год в течение трёх лет. Если плита старше 15 лет, и за три года. Если плита младше этого срока. И помните, с газом шутки плохи. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Состоялся второй национальный телекинофорум «Родные тропы». В нём приняли участие представители из 50 регионов России. Мероприятие прошло в Московском доме национальности и длилось 4 дня. На торжественном закрытии побывала наша съёмочная группа. Мы нужны друг другу. И уже, знаете, ощущается такое крепкое единство. Это здорово. И я очень рад, что в это единство свой клад вносит вот этот фестиваль. «Родные тропы». Родные потому, что объединяют вместе разные народы и национальности. А их в России, согласно данным последней переписи населения, более 190. И каждому в рамках этого телекинофорума была предоставлена возможность рассказать о своём крае, о его уникальности, истории или проблемах. Перед тобой за какие-то дни предстает вся Россия. Причём вот Россия, которая в поиске находится. Вот этих своих троп, своего языка, о котором они могут сказать. Язык очень разный. Несмотря на различия, объединяет участников фестиваля «Родные тропы» одно – любовь к своему краю, народу. Этот телекинофорум второй. И судя по тому, какой он меньше, чем за год набрал популярность, можно с уверенностью сказать – не последний. По сравнению с прошлым годом, работ на конкурс поступило минимум вдвое больше. И даже среди номинантов оказалось более 60 работ. За четыре дня жюри оценить, конечно, было очень сложно эти работы, но мы, надеюсь, справились, поскольку от номинантов, по крайней мере, не поступило никаких возражений. В телекинофоруме «Родные тропы» принимали участие более 50 регионов со всей России. Работы оценивались по пяти номинациям. Лучший документальный фильм о выдающейся личности, лучший этнографический проект о родном крае, лучший медиапроект об истории родного края, лучший краеведческий медиапроект. Особенно члены жюри отметили работу «Собиратели морской травы». Фильм назвали лучшим экологическим медиапроектом о родном крае, созвучно с годом экологии в России. «Редкая возможность, которую вы представляете зрителю, поразмышлять вместе с вами, с вашими героями, и конца этого фильма просто нет, он бесконечный». «Это фильм о мужиках, которые на соловках косят морскую траву, морскую капусту с лодок. Почему я выбрала эту тему? Во-первых, потому что это красиво. А во-вторых, потому что это настоящая жизнь, которую мы сейчас не так часто можем увидеть». К сожалению, увидеть работу участников телекинофорума могли только члены жюри. Зато для всех остальных была организована насыщенная событиями и эмоциями программа. «Это очень здорово, это классно, это нужно, это полезно. И в первую очередь полезно для тех журналистов, которые работают с различными национальностями, проживающими на территории России, и плюс с национальной культурой». «Родные тропы» – уникальная площадка для обмена опытом в сфере кино и телевидения профессионалов и любителей. Мероприятие дает возможность рассказать о своем крае через призму дружбы народов и национальностей. «Если так разобраться, любой фильм о нашей стране можно вписать в одну из номинаций. Вот любой. По-моему, мы нашли уникальное такое сочетание пяти номинаций, и вся наша страна в документалистике, как на ладони». На торжественном закрытии организаторы мероприятия пожелали участникам и номинантам творческих успехов и неиссякаемой энергии. А также выразили надежду на то, что следующий телекинофорум «Родные тропы» соберет еще больше ярких проектов и интересных людей. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах отметили традиционный праздник – День физкультурника. Мероприятие охватило весь округ. Центральной площадкой проведения стал стадион «Торпеда». Люберчан ждали пейнтбол, перетягивание каната, эстафеты, сдача нормативов ГТО. Ну а гвоздем программы стал чемпионат по мокрому футболу в бассейне. Вот так, молодцы. Поэтому, друзья, есть предложение в нашем мероприятии сегодня начать. И я всем желаю хорошего настроения, бодрости духа и занимаемся спортом и физкультурой. Старт спортивному торжеству дал лично глава городского округа Люберц и Владимир Ружицкий. Организаторы мероприятия подготовили для гостей и участников эстафеты, сдачу нормативов КТО, акробатику и многое другое. «Я сегодня искренне хочу поздравить всех с днём физкультурника. Люберцы – всё-таки территория спорта. Конечно, да. В Люберцах проживают в основном физкультурники и спортсмены. Мы об этом с вами знаем». Также на стадионе прошли мастер-классы по боевым искусствам. Дзюдо, самбо, рукопашные и ножевой бои. Настоящие силачи удивили гостей праздника с тановой тягой. «Дартс, настольный теннис. В общем, сегодня будет очень много интересного. Детский городок у нас сегодня будет. Соберётся очень много людей, которые могут найти себе занятия по душе и позаниматься, поучаствовать». Солнечная погода на стадионе располагала не просто к футболу на траве, а к мокрому, освежающему в специально подготовленном бассейне соревнований, где играли не только юноши, но и девушки. «Я сам проповедую здоровый образ жизни и вижу, что из года в год таких людей становится всё больше и больше. Поэтому здорово, когда такие праздники проходят в таком массовом составе. Поэтому мне интересно посмотреть, поучаствовать, чему-то на уму научиться, поговорить с людьми. Поэтому я здесь». Также мероприятие посетили заслуженные спортсмены России. «Во-первых, мы очень любим спорт, мы очень любим ваш Люберецкий район, мы очень любим Московскую область, организаторов сегодняшнего праздника. И мы не могли пропустить, потому что мы живём этим». Анна призналась, что поддерживает всех спортсменов и рассказала, что несмотря на все трудности физической культурой, обязан заниматься каждый. «Паралимпийский спорт – это такой же здоровый спорт, поэтому всё то же самое, что проходит спортсмен в обычном спорте, сталкиваемся мы. Это обычный спорт, спорт высших достижений, только возможно с какими-то ограничениями, но кто-то их чувствует, кто-то нет, поэтому у всех по-разному». А мастера спорта международного класса, в свою очередь, дали слава на путствие молодёжи. «Самое главное, чтобы все ребята были ближе к спорту, потому что спорт – это не только сами упражнения, это коллектив здоровый. Здесь все занимаются спортом. Вот это самое главное». Праздник в очередной раз доказал, что Люберцы – действительно территория спорта. В завершении мероприятия победители были награждены кубками, медалями, грамотами и призами. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Праздник «Страна Спортландия» прошёл в Центральном парке. Организатором мероприятия выступил Центр культуры и отдыха Люберец. Спортивное действие было посвящено Дню физкультурника, который отмечается в нашей стране вот уже 56 лет. Почувствовать вкус лета в Люберцах можно и не уезжая за пределы города. Сотрудники Центра культуры и отдыха постоянно проводят в Наташинском парке различные мероприятия. На этот раз они приобщили молодое поколение к активному образу жизни. Ребёнок должен быть постоянно чем-то занят, начиная вот с такого возраста, заканчивая подростковым возрастом, чтобы у него не было времени на всякую ерунду. Сейчас это мультики какие-то бестолковые постоянно, в подростковом возрасте это может быть гулянки такие. Когда ребёнок постоянно чем-то занят, у него нет времени подумать о том, о чём ему думать не нужно. Спортивная программа «Страна Спортландия» окунула детишек в их любимую атмосферу, где спорт – это игра. Они поучаствовали в конкурсах и состязаниях, веселились на полную катушку, показывали свои способности в гибкости и ловкости. Мы пытаемся с одной стороны разнообразить их досуг, а с другой стороны, может быть, даже раскрыть какие-то потенциалы. Или научить детей элементарному прыгать, приседать, крутить обруч, попадать метко в цель мячиком. Я считаю, что для детей это более чем полезно. На этом летняя программа Наташеского парка не заканчивается до 22 августа в день «Флага России». Здесь же пройдёт развлекательно-интеллектуальная программа для подростков и взрослых. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Люберецкая администрация обсудила готовность образовательных учреждений к новому учебному году. На повестке дня стояли вопросы дисциплины в школах, контроля пожарной безопасности и образовательного процесса. Основным докладчиком на совещании выступила начальник управления образованием администрации городского округа Люберца Виктория Бунтина. В ходе приёмки оценивалась готовность учреждений по следующим направлениям. Это антитеррористическая и пожарная безопасность, материально-техническое состояние учреждений, состояние систем освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, санитарно-техническое состояние пищеблоков. Виктория Бунтина отметила, что для 23 учреждений образования Люберецкого округа было выделено более 16 миллионов рублей. Прежде всего, на благоустройство территории, ремонт и установку спортивной площадки, на установку спортивного оборудования подготовку асфальтированных площадок и устройство мягкого резинового покрытия. Численность шкалей от городского округа Люберца в текущем году составляет 750 человек. А вот 1 сентября в школы пойдут более 29 тысяч учеников. По сравнению с 2016 годом, количество учащихся возросло на полторы тысячи. В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МВД России по Московской области по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке проведения 1 сентября 2017 года на территории Московской области Дня знаний участковой службы МВД России Люберецкое сформировано контрольно-наблюдательное дело. Также сформирована рабочая группа при оперативном штабе. Также на заседании стало известно, что в этом году были внесены предложения в органы местного самоуправления ужесточить запрет на продажу спиртосодержащей продукции в плеси общеобразовательных учреждений. Кроме того, инспекторы Роспотребнадзора в Люберецких школах проверили санитарно-технические нормативы. В начале учебного года на территории района приступят к работе все школы. По результатам обследования и санитарно-эпидемиологическое состояние в целом удовлетворительны. Все школы были обследованы и приняты. Грубых нарушений санитарных норм, препятствующих началу учебного процесса, не выявлено. А еще в этом году в городском округе Люберцы для ребят откроется 101 образовательная организация. Необходимо отметить, что в День знаний по всей стране в школах ученики почтут минуты молчания жертв бесланской трагедии. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Сотрудники ГИБДД и представители партии «Единая Россия» провели совместную акцию. В преддверии Дня знаний они еще раз напомнили маленьким пешеходам и их родителям о правилах безопасного поведения на дорогах. Тему продолжит наш корреспондент. Такие светоотражающие браслетики – приятный и полезный подарок. Они не только радуют детский глаз, но и обеспечивают безопасность при переходе дороги даже в темное время суток. А чтобы юные пешеходы не забывали о правилах дорожного движения, сотрудники ГИБДД вручали им специальные памятки. «Ребенок подрастет, обязательно ему объясните правила дорожного движения». С начала этого года на дорогах округа случилось 9 ДТП с участием детей пешеходов. И практически все произошли по вине водителей. Только двое несовершеннолетних пострадали из-за собственной невнимательности. Однако, по словам сотрудников госавтоинспекции, в целом в этом направлении наблюдается положительная тенденция. «Можно сказать, что наши дети и родители все-таки соблюдают большую часть своей правила дорожного движения, что родители обучают своих детей правилам поведения безопасного на дорогах». Активную работу в сфере безопасности дорожного движения проводят не только сотрудники ГИБДД, но и члены политической партии «Единая Россия». Их проект, направленный на сокращение количества ДТП, так и называется «Безопасные дороги». Кстати, для большего взаимодействия с населением было принято решение создать мобильную общественную приемную. Такой микроавтобус можно встретить в местах проведения различных массовых мероприятий. «Чтобы жители могли обратиться со своими проблемами, может быть, с просьбами какими-то для решения каких-то важных задач оперативно. Не поддерживая, скажем, центральную приемную, а на месте». Подобные мероприятия пройдут в городском округе в течение всего месяца. До первого сентября участники акции будут напоминать родителям и детям о правилах дорожного движения, для того, чтобы поход в школу был прежде всего безопасным. Луиза Игия Зарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Лето, как это ни печально, подходит к концу. На носу первое сентября. Накануне главного школьного праздника ЛРТ узнал, готовы ли дети и их родители к новому учебному году. «Смотри, вот такой есть. Такой есть. Посмотри, смешарики есть. Или розовые к розовому возьмешь». Со своей дочкой, будущей первоклассницей Ариной, Оксана Демина советуются как со взрослой. Еще бы, ведь перед ними стоит такая важная и серьезная задача – выбрать правильные принадлежности для школы. В первый раз. «Ручки, карандаши, определенное количество, тетрадки написаны каких видов, альбомы, пластилин, для рисования, ну, то есть вот для труда то, что им нужно». Оксана признается – волнуется перед школой больше, чем будущая первокласска. Сама Арина, кстати, уже сейчас понимает – в школе будет непросто. Это тебе не детский сад. «В садике в чем хочешь, в тема пришел. В школе по времени, а в садике сколько хочешь, столько и пришел». К первому сентября готовятся и старшеклассники. Дарья Исакова, например, сама покупает все для нового учебного года. Девушка очень ответственно подходит к выбору школьных принадлежностей. «Да, я выбираю сама себе тетради, отсчитываю, сколько мне нужно, сколько я могу списать, ну, как бы уложиться в то, что я куплю, и чтобы не оставить пустые листы в тетради». Конец августа – горячая пора для школьников и их родителей. Например, в этом канцелярском магазине сегодня аншлаг. Все хотят успеть подготовиться к новому учебному году. Ольга Косенкова даже приехала в Люберцы и стал дома, чтобы выгодно купить школьные товары для детей. «Ну, например, даже если мы у себя будем в городе покупать, да, вот если я сейчас ручку взяла здесь по 6 рублей, то как минимум будет 1,15 она стоит. Тетради большие, маленькие, в клеточку, в ледничку, это ручки, кисточки». Подготовить ребенка к школе сегодня можно очень выгодно. Канцелярские магазины предлагают широкий ассортимент товара по разным ценам. «Каждый человек проговаривает, на какую примерно сумму как-то, или деньгами он расплачивается, или половина деньгами, половина карточкой. Все это обсуждается. У всех разное, у всех финансы разные». Из всех опрошенных родителей никто так точно и не смог назвать нам ту самую сумму. Наверное, она и правда для каждого своя. Но пока до школы остается все меньше и меньше времени, и хочется пожелать родителям и школьникам легких покупок и разумных трат. От Марии Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаете уже совсем скоро. А я напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова